Труба Но есть одна труба, которую надо услышать Если не услышишь, влетел Это последняя труба Иисус Господь Вы знаете, когда мы говорим о юбилейный год Это год освобождения Ты назанимал, продал свою землю Если ты жил в то время в Израиле Некоторые хотят сейчас юбилейный год получить Сейчас не получите Но мы говорили про историю Назанимал денег Того другого третьего Ждешь, 50-й год наступает И он начинается с того, что Священники начинают трубить изо всех сил Потому что это год труб И они трубят, трубят, трубят Знаешь, и чем больше они трубят Тем лучше у тебя настроение У тебя поднимается настроение Хорошая атмосфера Ты медленно начинаешь подходить к начальнику Который стал твоим рабовладельцем Ты приходишь и говоришь Братан, до свидания Он смотрит на тебя и говорит Ты что? Как-то так Знаете, когда с американцами встречаемся Им трудно выучить русский язык И вообще, говорят, самый сложный язык Это наш язык И они берут аналогии Например, я люблю вас Им трудно сказать, я люблю вас Они говорят Я люблю вас Я люблю вас Желтый, синий автобус Я люблю вас Знаете, иногда Когда с Марком Петерсом мы говорим И он говорит Я выучил слово Докспидание Ну, до свидания Я говорю Что, что, что? Он говорит Докспидание В переводе с английского означает Плюнет на тебя собака И когда он мне говорит До свидания Я знаю, что он не говорит До свидания Он говорит То, что он знает Докспидание Я говорю И на тебя тоже Ты приходишь к рабовладельцу И говоришь Докспидание Плюнет на тебя собака злая Он говорит Я тебя убил Ты мой раб Все Слышь труба Аллилуйя Ты свободен от всякого рабовладельца Ну как? Жизнь Вот так я Никакой рабовладелец Не любил Юбилейный год Не нравился ему Юбилейный год Для всех это был год Ну, рабовладельцев Землевладельцев Это был нехороший год Это год, когда все Прощай Аренда кончилась У нас дают нам 49 лет аренду, да? Земли Аренда земли у нас дается У нас 49 лет Примерно Откуда взяли 49 лет? Так и было Если у тебя Ты денег нету Прошел Сдал свою землю 49 лет Через 49 лет Ту-ду Приходишь Пришел Плюнул на собака твоя На начальника Приходишь К рабовладельцу И говоришь Здравствуй, милый друг Он говорит Что случилось? Ты скажи На часы посмотри 49 лет прошло В смысле? Земля возвращается Юбилейный год В смысле Юбилейный год? В прямом смысле Так написано В законе Земля остается За тобою Да, ты продал Но в юбилейный год Обнуление Все калькуляторы Обнуляются На ноль сходят Неприятно Но знаете Для того, кто Потерял все Всегда благословение Если я теряю Да, дорогой мой друг Даже если ты все потерял Жди Юбилейный год Потерял все Аллилуйя Помните В другом месте написано Он Одной дорогой Выступит Сколькими дорогами От тебя побежит Враг твой Забрал одно Воздаст Семеро Другими словами Всегда есть Вот эта Линия обнуления Линия перехода Когда мы переходим На новый уровень Мы переходим На новую волну Все, теперь я принимаю решение Юбилейный год Год трубы Знаете Мы говорили о прошлом И о будущем Конечно Вот эта тема Она еще живет во мне И мы не можем влиять На прошлое Мы делали глупости И когда человек Приходит на консультацию Разговаривать Очень часто Человек находится в состоянии Ему стыдно За свою жизнь Кому из вас Стыдно За свою жизнь Ну Да многие части жизни Правда Смотришь Думаешь Какой позор И зачем я это делаю Чего мне надо было Ну стыдно Ну дорогой мой Ты уже ничего Не сделаешь Стыдно сегодня А ты прошлое Не изменишь Вот даже если ты Согнешься Все равно Ты уже ничего Не изменишь Не изменишь Не изменишь Не изменишь Все Хоть ты Лопни Ты не изменишь Хоть ты не Лопни Все равно Не изменишь Ничего Я понимаю Стыдно Плохо Что ты Поступил Плохо Но в конечном итоге Обнуление Приходит Да Ты все Потерял Может быть Да Землю Сдал Да Все Ну юбилейный Год Год трубы Начинает Трубить Все Теперь начинается Твой новый подход Чистый лист Давайте все Скажем Чистый лист Знаете Выговорит письмо мое Апостол Павел Пишет Вы чистый лист На котором я начинаю писать Я пишу на скрижалях Вашего сердца Я чистый лист Да Были глупости Да я был неправ Да был несправедлив Но я чистый лист Он начинает писать Обнуление Юбилейный год Все ребята Все сначала начинается Вот эта надежда Есть возможность Начать все сначала Покаяние Дает тебе надежду Начать все сначала Ты споткнулся Да и споткнулся Не умирай из-за этого Встань Праведник сколько раз падает И встает А потом что? Потом старается не падать Замечает где спотыкается Если ты упал Вставай Ну я же упал Ты упал Это все Это прошлое Да Мы несем ответственность За наше прошлое Но кровь Иисуса Христа Милость Божия Обнуляет все На нет обнуляет Влияй на будущее Конечно мы можем Ковыряться всю жизнь В прошлом Разбираться Кто кому что сказал Знаете это бесполезно Когда два сына приходят Рожи хотел сказать Лица разгоряченные Дышат вот так И начинаешь разбираться И первые 10 минут Ты пытаешься понять Кто А потом все В стопор встает Ты уже разобраться Невозможно Я вспоминаю Как мы с братом Дрались два часа Дрались два часа Ну как На беге То есть Как знаешь Монголо-татары Бум Укрылся Ждешь Ответной атаки Я тебя ненавижу И вот так Мы два часа Пока мамы не было А потом уже Настолько мы бились Устались Сил нет Слава Богу Мамы сейчас нету Она не слышит этого Уже сил нету И потом Я говорю Слушай А из-за чего Все началось А он говорит Я не помню И мы два часа Деремся А не знали Вообще Из-за чего Все началось Вообще Какая-то глупая причина Кто-то что-то сказал Глупая причина И потом понимаешь Что уже Цель-то Не разобраться С причинами А цель Просто отомстить Жажда мести И думаешь Как все глупо И тупо Вы знаете Иногда смотришь На многие вещи В жизни Как много ошибок Я делал Как во многом Был неправ И стыдно Но знаете Когда мы смотрим Смотрим в прошлое Мы Ну Мы ничего не меняем Ничего Мы можем сделать выводы Мы можем сделать Мысль Как не сделать в будущем Но прошлое Оно прошло Что ты видишь сегодня Определяет твое будущее Я такой Небольшой тезис записал Ты производишь То Что видишь Поэтому формируй Правильные образы В своем видении Формируй Правильную картинку В своем видении Ты формируешь Твоя жизнь Производит То Что ты видишь Что ты видишь Смотря на детей Что ты видишь Смотря на дом На церковь На мужа Ты производишь Где-то внутри себя Что ты видишь Смотря на свои руки Я вижу мои руки Благословенные Ты производишь То Что ты видишь Внутренний образ Гораздо сильнее Того Что снаружи Невидимое Гораздо сильнее Того что видимо мы видим многие вещи вопрос ты выродишь или из себя выйдет то что ты видишь твое внутреннее видение жизни у тебя есть картина или ты победитель или ты побежденный знаете с одним из моих детей я долгое время боролся с мыслью он все время я всегда проиграю я всегда проиграю вот если будет лотерея я не выграю если и знаете что случалось вот он искренно верил когда были какие-то розыгрыши он никогда не выигрывал он никогда не выигрывал я однажды seem силой игру суши и已 Olivia же по одной причине потому что ты заранее видишь что ты не выигрыш ты видишь заранее и убеждён в этом ты веришь в это и когда ты делаешь и он берет точно я говорю что я не вы играю и кажется он прав Прав, но он абсолютно прав в том, что он уже определил свой проигрыш, он уже определил свое поражение заранее, он определил трагедию заранее. И когда он однажды выиграл, я говорю, вот видишь, ты заранее знал. Он такой раз зависит, говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, если у тебя есть вот это чувство, я выиграю, я выиграю, я выиграю. Мой опыт точно так же, как у моих детей, я выучил два билета всего лишь, из всех 36 билетов, и все, что мне нужно было, вытянуть правильный билет. И я видел, я говорю, я вижу, Господи, я победитель, я вижу, этот билет беру. И знаете, я заходил первый на экзамен, первый, всегда шел первый. Я просто приходил заранее, чтобы идти первый. Почему? У Марьи Ивановны всегда хорошее настроение, под конец она злая. Ей хочется, чтобы кто-нибудь улыбался ей. Я заходил, я сожжился на первую парту, напротив нее. Здравствуйте! Ой, здравствуй, Максимушка-Лапочка, ну что, будем? Я беру билет, и она говорит, ну как, давай без подготовки. Я не знаю вообще, что отвечать. Ну, знаете, она мне подсказывает, да-да, вот здесь вот так, вот так, вот так. И я без подготовки сдавал экзамен. И сдавал на пятерку. Вернее, она написала все, что нужно было. И когда это уловил, конечно, я видел Марью Ивановну под конец экзаменов, она злая, уставшая, отстреливалась от студентов. И, конечно же, я уловил, я видел, что если зайдешь первый, пересядешь, вот будет лучше всех. Я в школе все время сидел на последней парте с двоечниками. И знаете, я старался, учился, ну, конечно, ленивец был, но все равно не хотел двоечником быть. Но в окружении я там сидел сзади. И я понял, катастрофа. Чем дальше от учителя, тем хуже тебе как бы все. Знаете, что я сделал? Я пересел на первую парту. Надо мной смеялись. Я сел с одним евреем, таким же, как я. Он сидел на первой парте, потому что ничего не видел. А я под конец учебы понял, что чем ближе сидишь к учителю и чаще улыбаешься, тем легче тебе жизнь. Оценки не ставят за то, что ты знаешь, ставят за отношения. Я своих детей учил. Сынок, улыбайся! Конфетку подари, скажи, ой, Марья Ивановна, здравствуй, как настроение? Все. Она расцветает, улыбается. Ты сидишь на первой парте, у нее позитивные эмоции, на тебя смотрит. Кому она хорошую оценку поставит? Тебе! Я помню, даже у нас физичка враг всей школы была. Просто это садист был, фашистка у нас была одна. Знаете, я думал, ну как ее, как ее, как ее? Я вставал в 6 утра и наизусть ничего не понимал, наизусть формулу учил. Не соображаю. Х, потом это, потом это, скоб какая-то. Не знаю, зачем, к чему, но главное наизусть. Вы знаете, через несколько, она изменила отношения. Где-то вон три раз. Конечно, можно говорить, я раньше выкипал. Успокойся. Давай оценим ситуацию. Теперь посмотрим. Ты все равно ничего не выучишь, потому что у тебя не хватило ДНК. Давай попробуем другими методами. Начинай улыбаться преподавателям. Чего ты ходишь на них злой? Они тебе ставят оценки за плохое настроение. Улыбайся, они будут тебя за хорошее настроение ставить. Измени отношения. Приди на дополнительные занятия. У нас в школе были дополнительные занятия. Приди, будто ты такой старательный. Просто, просто будь хорошим пацаном. И все. И когда увидишь, всегда здоровайся, никогда не проходи мимо. Когда улавливаешь этот метод, даже если ДНК не хватило, то, дорогой мой, ты на другом выкатишь. Вы знаете, когда мы говорим о прошлом, о будущем, сегодня внутри нас, из-за прошлого сформированы образы, которые вылезут из нас в будущем. Все наше прошлое, если оно негативное, оно формирует образы. И оно вылазит в будущем. Благословение, почему наследственное? Потому что, когда ребенок находится в доме, где благословение, где хорошая атмосфера, где Бога любят, где атмосфера благоприятная, он видит образы, и у него постепенно формируются другие образы. И потом оно передается на детей, и он начинает производить в своей жизни благословение. Если, конечно же, он видит постоянные скандалы, разборки, крики, вот это, конечно, постепенно у него формируется негативный образ, такой вмятина, и он начинает формировать вмятину. Чаще всего у тех родителей, у кого в семье, ну или так, у тех, у кого в семье разводы, скандалы, их дети, они наследуют вот эту философию скандалов, обид, разборок, и они переходят. На кого не посмотрю. Я раньше не понимал этих вопросов. Но теперь смотрю, мама и доча – одна сатана. Перед тем, как жениться, посмотри на будущую тещу. Если она все время не в себе, если она все время психует, все время недовольна, беги, сын мой, беги, сынок. Посмотри вначале на маму, потом пойми, что такая будет у нее доча через несколько лет. Сто процентов. Это образы, которые зашиваются в сознании. Ты начинаешь производить. Можно ли поменять? Можно. Давайте все скажем – можно. Можно менять. Но вопрос внутри тебя. С какого момента? Некоторые люди, придя в церковь, мне говорят – я думала, в церкви одни святые. Серьезно. В церкви одни грешники, которые кажутся святыми. Или пытаются быть святыми. Давайте так. Есть хоть один святой, который может сказать – я кристально чистый. Ни разу, никогда. Все – аллилуйя. Один всего лишь. Так вы грешники. Однако. Это реальность. Мы все тянем. Мы жили в бочке с дерьмом. Извините меня, пожалуйста, уважаемые люди культурные. Но мы жили в бочке с дерьмом. И мы отмылись. Все. Но под ногтями и в голове немножко застряло. Надо выковыривать. Надо выковыривать. Это жизнь. Образы, которые внутри тебя, они постепенно репродуцируются в будущем. Они начинают выходить. То, что ты видишь сегодня, в будущем оно станет плотью. Сегодня слово, завтра плоть. Сегодня у тебя видение, завтра это реальность твоей жизни. Я не говорю только о финансах. Я говорю вообще обо всем. Посмотреть на себя. Плохое настроение – это где-то внутри начинается. Недовольство жизнью – где-то внутри. Неполноценность где-то внутри. Неполноценным. Если человек всю жизнь рос в атмосфере, где его угнетали и внушали, что он неполноценный, в какой-то момент он, может быть, начинает верить и становится неполноценным. Вы знаете, мы вчера ехали и вспоминали про одну нашу родственницу. И она говорит, мы всю жизнь будем бедными, нищими, калеками. И это было еще в Советском Союзе, она говорила, в 70-х годах. И мама едет и говорит, представь, вот всю жизнь они бедные, нищие, все время нуждаются и калеки. Вот все калеки в их семье. Просто все время болеют. Она вот так запрограммирована. Вот так, знаешь, ну вот такие мы. Она злилась на себя, но она эту картину ребенку своему передала, мужу передала, всем передала. Бедные, нищие калеки. Что ты видишь? Мне мама говорит, я вспомнила, как ты покаялся. Я забываю эти моменты, не знаю, или мама там приукрашиваю, или еще что-то. Мое первое откровение, все, что у Бога есть, мое. Говорит, настолько кто-то получает откровение, я прощенный грешник, я там, я, Господь смилостивился, я получу милость от Господа. У меня конкретно. Сразу же с калькулятором, что у него есть, все мое. Мне так понравилось. Я вспомнил это. Я был подростком, думаю, как интересно вообще, интересное откровение. Вот все мое, Господь, все твое, мое. А у меня ничего нет, бери, пожалуйста. Обменяемся. Когда вступали в завет раньше, ну или как это, кровь надрезали, в завет вступали друг с другом, они обменивались имуществом. Помните Иоаннафан и Давид? Иоаннафан-то был из царской семьи, принц. У него там мечи, инкрустированные золотом, одежда красивая. Давид, пастух, чабан. Давид с удовольствием вступил в завет с Иоаннафаном. Потому что произошел обмен всей одеждой и вещами. Иоаннафан пришел домой в одежде пастуха, Давид пришел в одежде принца. Знаете, мы вступили в завет с Богом. И все, что у нас были, грехи, проклятия, проказа наша, глупость, он забрал на себя. А нам дал одежду принца, Божьего Сына. И мы получили наследие. Поэтому и мы называемся детьми Божьими. Скажите аминь, драгоценные. Мы обменялись. Нечестный обмен? Нечестный. Но разве юбилейный год это честный год? Смотря с какой стороны баррикады ты находишься. Но все-таки это честно в глазах Божьих. Это его показывает милость. Обнуляется. Возвращается к тебе. Труба звучит. Все, звучит труба. Действуй! Я услышал трубу. Что это значит? Ты что забыл, сынок? Тише, тише, говорит рабовладелец. Закрой уши, заткни. Сегодня у нас день тишины. А что труба трубит? Заткни уши. Не слушай, не слушай. Молчи, сиди. Это труба просто. Это не тебе. Да не для тебя она звучит. Внутри нас есть образ, ожидание. Я прочитаю такую мысль. Проверь картину, которую Господь нарисовал для тебя. Сверяйся с этой картиной. У Бога есть своя картина твоей жизни. У тебя есть реальность. Сверяйся. Посмотри. Вникай в себя и в учение. Не то, что ой, я великий, я вникаю в себя. Нет. Смотри на ужас свой в зеркало и на то, что Бог хочет сделать. Сверяй, что надо поменять. Некоторые думают, что вникать в себя это искать глубины Божьей в себе. Какая глубина? Ты в бочке с дерьмом был. Там глубина 2 метра и все. Вникай в себя. Смотри на то, кто ты являешься и что учение говорит. Сверяй картину. Всегда есть возможность у тебя поменять образ, поменять картинку. Я залез и стал изучать, что значит слово «счислять». И оно имеет множество значений. Я для вас прочитаю, и тогда смысл немножко преобразуется. Счислять – это значит исчислять, причислять, быть исчисленным или быть причисленным, начислять, определять и назначать. В другом значении он назначенный. научи нас назначать дни наши, определять дни наши так, чтобы приобрести сердце мудрое. Научи нас не анализировать, а назначать. Назначать дни нашей жизни. Вот это всегда вопрос. Если ты просто считаешь, что было, анализируешь прошлое, или ты поворачиваешься и назначаешь дни. Я назначаю дни. Две позиции. Обращенный вперед, обращенный в прошлое. Научи нас назначать дни. Я назначаю дни. Я назначаю дни моей жизни. Недавно с друзьями сидели, и у них сын учится, и они говорят, вот, может быть, ему юридически, а может быть, ему это, а может быть, ему туда, а может быть, и это. И они сидят и определяют его жизнь. Я думаю, интересные родители беспокоятся, назначают дни, определяют, куда ему идти, в каком направлении двигаться. Обеспокоены его жизнью. И они определяют его направление. И вполне возможно, вот как родитель повлияет, так и будет. В каком направлении ткнет, туда и пойдет. Вы знаете, назначенные дни, я назначаю дни, Многие люди назначают себе день смерти, где-то под спудном. Скажите, у вас есть родственники, которые умерли рано? Есть, да? Окей. А есть родственники, которые умерли от болезни или сердечного приступа, от рака? У кого-нибудь есть? Большинство людей от болезни умирают. Хорошо. А вы когда-нибудь думали? Вот мой дядя умер в 45, а мне 40. И сразу же дьявол шепчет, еще 5 лет. Была когда-нибудь такая мысль? Вот моя троюродная бабушка умерла в муках от рака. А яблоко от яблони недалеко заваливается. Всегда приходит начисление твоей жизни, определение твоей жизни, как твоя жизнь пойдет. Где-то внутри под спудно мы сами себе назначаем будущее. Мы определяем свое будущее. В страхе смотрим на ситуацию. Ой-ой-ой, Господи, Господи, Господи. Господи, только не это, только не это. Это назначать дни, когда ко многим из людей я обращался и заставлял их ремни сделать. Одевайте ремни в машине, одевайте ремни. Мы не боимся, Бог с нами, аллилуйя. А знаете чаще всего, почему люди не одевают ремень? Потому что они боятся. Накаркаешь. Одел ремень, значит ждешь удара. Это где-то психологически спрятано. Вот застегнул, значит ты ждешь чего хуже. Один мой любимый друг, он, я его убедил, застегни, он застегнул. И вдруг выезжает, когда бухнет, он, ах, вот застегнул ремень. Сразу врезались. Где-то внутри мы всегда назначаем, назначаем дни. Когда кто-то берет инвестицию и хочет раскрутиться в банке, он говорит, я там за два месяца, за полгода, за год раскручусь. Он назначает дни. Внутри нас вот это назначение. Назначай дни. Назначай дни. Мне нравится, когда люди, которых не имеют никакой надежды на женитьбу, например, ну в смысле никого нету, назначают осенью женюсь. В смысле есть кто-то? Нету, женюсь. А где возьмешь? Господь даст, аллилуйя. И если ты определяешь где-то внутри себя, ты открываешь будущее. Ты предвкушаешь будущее. Когда я сажусь с кем-то и разговариваю за жизнью, я говорю, почему бы тебе не сделать расширение дома или бизнеса? Давай подумаем, давай спроектируем, давай спланируем твоя жизнь. Назначим дни. Назначим дни благоприятные. Все сказали, сеять не надо, сеять не надо, засуха. А один посеял. Он назначил. Я сею не потому, что... Ой, я сею засуха, Господи. Засуха. Я дурак сею. Аллилуйя. Все нормальные люди не сеют, а я сею. Потом урожай. Все говорят, повезло. Он назначил урожай. А если бы все засохло, он бы снова назначил урожай. Если встреча не состоялась, снова ты назначаешь встречу. Правда? Когда тебе что-то нужно получить, ты снова назначаешь, и снова назначаешь, и снова назначаешь до тех пор, пока не получишь ответ. Назначаю. Я назначаю дни моей жизни. Я назначаю. Я определяю. Я даю им назначение. Когда я посмотрел на свою жизнь, я подумал, как интересно, многие люди после своей смерти продолжают влиять. Тот Нобель, которого все ненавидели. Вы помните эту историю, да? Все знали Нобеля, потому что он изобрел динамит. И сказали, это злодень, тварь, оружие массового уничтожения изобрел. И вот он... И когда он при жизни увидел, что его ненавидят, он решил, чтобы слово Нобель было в другом значении. Он взял все свои деньги, собрал, вложил там, создал какую-то систему увеличения их, назначил государственную под фонд, там определили, в общем, сделали. И теперь каждый год все говорят, Нобелевская премия. А никто не говорит, что он динамит изобрел. Что он изобрел бомбы. Но все его воспринимают как... Он решил поменять, обновить. Было так, а теперь будет так. Где-то внутри. Научи счислять дни. Научи. Господи, дай нам. С другой стороны, давайте откроем Библию, Псалом, одно из моих любимых мест. Псалом 88. Будьте так любезны. Мы говорим о трубном... Трубный год. И мы говорим о трубах. Псалом 88 говорит такие слова. Блажен народ, знающий трубный зов. Мы говорили за это дело. И замечательно, место 16 стих. Блажен народ, знающий трубный зов. Они, во-первых, они ходят. Во-вторых, во свете твоего лица. А имени твоем радуются. То есть они ходят. Они во свете. Они радуются. И правду твою возносятся. Они возносятся. Итак, народ, который знает трубный зов, они ходят во свете лица. Они ходят во свете, радуются и правдой возносятся. Ты украшение силы их. У них есть сила, и Бог украшает эту силу. Благоволением твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш, от Святого Израилева царь наш. Смотрим. Блажен народ, знающий трубный зов. Когда мы смотрим на трубный зов, мы вспоминаем сразу же книгу Откровения. Помните про ангелов, которые с трубами ходили? И пришел первый ангел. Затрубил. И там это случилось. И второй ангел. И третий. Там молнии, град, яб, умерли, сдохли. Они трубят, и на земле все подыхают. Вы помните эти истории? Вы знаете, вот эти ангелы, они трубят, и что-нибудь там метеориты валятся, деревья горят, атомные бомбы. Третья часть деревьев сгорела, это наверняка холокост будет ядерный. То есть что-нибудь взрываться начнет. Ты так считаешь, думаешь, Господи, Боже мой, яви Твою милость. Все эти армагеддоны, которые взрываются. Мы смотрим на эти трубы и думаем, ой-ой-ой. И есть у Бога много труб. Давайте скажем, много. Много, 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 много разных труб. Мы знаем про семь ангелов с этими трубами, которые, Господи, помоги, чтобы нам их не слышать. Но есть одна труба, которую надо услышать. Если не услышишь, влетел. Это последняя труба. Скажите со мной, последняя труба. Откройте вместе со мной Коринфянам, 15 глава. Самая последняя труба. Здесь написаны такие слова. Коринфянам, первая, первая, первая Коринфянам. Коринфянам, 15 глава. Здесь написано так, 51 стих. Говорю вам тайну. Там как, знаешь, он начинает интриговать. Говорю вам тайну. Слушайте внимательно. Тайна. Не все мы умрем, но все изменимся. 52 стих. Вдруг. Вдруг. В мгновение ока. При последней трубе. Ибо вас трубит. И мертвые воскреснут нетленными. А мы изменимся. Давайте. Это говорится о том моменте, когда Господь придет. Труба какая-то затрубит. Мертвые поднялись. Не зомби, а воскресли праведники. По телевизору все время мертвых там. Не такие мертвые. Они воскреснут нормально в обновленных силах. И мы, если кто из нас останется живым, изменимся. При последней трубе. Все скажем, последняя труба. Очень важно заметить, послушайте. Важно заметить вот этот факт. Последняя труба. Если есть последняя, однозначно, есть предпоследняя. Если есть предпоследняя, наверняка где-то в начале, есть первая труба. Есть вторая. Я не знаю, сколько штук, но точно больше семи. Потому что те семь труб, которые у ангелов трубить будут, это нехорошие трубы. Они трубят, но нехорошо. Значит, мы считаем, семь труб у ангелов. Последняя труба, восьмая труба. Предполагаем, что не меньше восьми труб. Целый оркестр получается. Труп много. Звук трубы, это единственный звук, который слышно дальше всех, и он поднимает. Юбилейный год, год труб, когда трубят трубы. Вы знаете, говорили, что когда раньше в храме шафары трубили, эти рога бараньи трубили, было в Иерихоне слышно, в долине Орданской. Звук доносился по горам, было слышно, как трубят. Невозможно скрипку услышать. При всей моей любви к скрипачам невозможно услышать дальше комнаты. Сейчас выйдите с трубой на улицу, начните трубить, вы за много кварталов ее будете слышать. Я при всей моей любви к гитарам. Гитара, она просто арфа. Ее невозможно слышать дальше комнаты. Трубу слышно далеко, пронизывающая, резкий звук проникает далеко. Последняя труба, она, она сделает нечто. Она нам говорит о конце. Наступил конец, Господь пришел собрать урожай. Хорошо, мы, христиане, все ждем последнюю трубу. Господи, я хочу услышать последнюю трубу. Но возникает вопрос, а почему бы не научиться вообще слушать его трубы? Если мы стремимся только к одной трубе, последней, мы ошибаемся, потому что мы пропускаем столько труб, которые трубят над нами, и которые мы просто прошляпиваем, увлечены своей жизнью. Почему бы не услышать предпоследние трубы? Трубы для твоей жизни, трубы для страны. У Бога звучит постоянно какая-то труба. Благословен народ, который знает звук трубы, различает, понимает, что надо делать. Который осознает, к чему его призывает труба. Вспомните, какой голос у Иисуса Христа был. Откровение, первая глава. Пожалуйста, Откровение, первая глава. У нас такой библейский немножко урок получается. Откровение, первая глава, десятый стих. Это последняя книга в Библии. Для тех, кто у нас недавно ходит, я так подсказываю. Самый конец идите. Если у тебя нет Библии, срочно, срочно найди себе Библию. Откровение, десятая глава. И здесь написаны такие слова. «Был я в духе в день воскресный, и слышал...» И он находится на острове в ссылке. Дедушка Иоанн, перед тем, как написать эту книгу, вдруг у него такое духовное переживание. «Был он в духе день воскресный». Большинство из нас в церковь приходят не в духе. Почему мы приходим? Жена что-то не сделала, завтрак не разогрелся, машина не завелась. И дети кричали. «Ты всех...» «Пришел, халилюя, воскресенье!» «На первом ряду свободные кресла!» Ты все время говоришь, займите, они не занимают. Иоанн был в духе в день воскресный. Его ничто не отвлекало. Во-первых, он был уже старый, детей и внуков нету, все уже уехали. Жена, наверное, померла. Он сидит в духе в день воскресный. Что остается деду делать? Ага. Другими словами, когда Иисус говорит, это как голос трубы. Что делает труба? Зовет. Вы знаете, можно ли скрипкой позвать кого-нибудь? Только ко сну. А к чему еще звать? Чем можно позвать? А трубой можно ко сну позвать? Та-та-да! Та-та-та-та-да! А-а-а-а! Труба будет. Никто в лагере, у нас, знаешь, физрук был, он заходил в каждую комнату с фишто-сладким сном, а у него такая труба, и он не умел дудеть, но он только один звук пронзительный давал. А-а-а! Знаешь, все соскакивали, никто не понимал, где он находится, что, но все понимали, что-то случилось. А потом он орал, подъем! Бам! Трупа ходячая! Труба, она поднимает, все остальное успокаивает. Ну, кроме барабанов. Не будем про это. У меня дома барабанщик растет, поэтому я спокоен, я спокоен, аллилуйя. У меня все хорошо. Папа, почему ты так долго барабаны покупаешь к нам домой? Я спокоен. Чем дальше оттянем этот момент, тем лучше, аллилуйя. Голос Иисуса не сравнивается с арфой, не сравнивается с музыкальным инструментом. Он сравнивается только с одним, с трубою. Он говорит, призывает. Итак, заканчивая эту мысль, у Бога есть трубы, у ангелов есть трубы, Бог дал Моисею трубы. И благословен, если ты разбираешься в трубах. Юбилейный год – год труб. Заранее предупреждали людей. Слышишь, юбилейный год наступил, тогда ты свободен. Давайте откроем числа, 10 глава. Расскажем о семи видах призыва трубами. Как призывали людей к чему-то. Моисей призывал. Итак, здесь написаны такие слова. Это инструкция Господа Моисею. То есть, Моисей получает слово от Бога, как использовать трубы. Вы открыли со мной числа, 10 глава, это в Старом Завете, в самом начале там. «И сказал Бог, Господь Моисею, говоря, сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они тебе служили для созывания общества и снятия станов». Итак, первое. Когда затрубят ими? Если у вас возможно, в Библии на полях циферки поставьте, там 7 разных видов призвания. Первое. Когда затрубят трубами, соберется к тебе все общество ко входу с киньи собрания. Второе. Когда одной трубой затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Третье. Когда затрубят тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Во второй затрубят тревогу, поднимутся станы, стоящие к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении в путь. Четвертое. Когда надо было собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды вашим. Пятое. Когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами и... Из-за того, что вы трубите, что будет произойдет? И будете вспомянуты перед Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. Шестое. И в день веселья вашего, и праздники ваши, и новомесяча ваши трубите трубами. Когда веселья, праздники трубите трубами. И седьмое. При всесожжениях ваших и мирных жертвах ваших. Это седьмая труба. Это будет напоминанием о вас перед Господом Богом вашим. Я Господь Бог ваш. Семь труб благословений. А сейчас я быстренько, не вникая в большие детали, сделаю вам раскладку, о чем здесь говорится. Бог говорит Моисею интересную вещь. Сделайте себе трубы, и эти трубы будут у вас в использовании для народа. Я хочу, чтобы вы подчеркнули слова вот такие, восьмой стих. Сыны Аароновы. Священники должны трубить трубами. Скажите вместе со мной. Должны. Священники должны трубить трубами. Теперь, ладно, это для Старого Завета было, все нормально. Но давайте посмотрим продолжение. Двоеточие. Это будет вам каким постановлением? Вечным. В роды ваши. Давайте все скажем, вечное постановление. Знаете, в Писании не так часто сказано о вечных постановлениях. Вот есть, знаешь, временные постановления, а есть вечные. Вечное, это которое не кончается во все роды. Мы, наследники народа Божьего, постановление вечное. Вопрос, действует ли его постановление сегодня? Интересно, как оно действует сегодня? Священники должны трубить трубами. И большинство из нас воспринимает трубу, как развлечение, ну как бы красивый проигрыш. Играет один куплет, второй куплет. Потом вот здесь человек приготовился, он приготовился, он приготовился, и он начинает трубить, проигрыш делать. Это не совсем так. Постановление вечное. Это значит, нужно брать и трубить. Для пастеров, служителей, лидеров мы должны трубить трубами. Задача служителей, священников, трубить над народом. И благословен народ, который знает трубный зов. Знаете, когда было время, я однажды получал от Бога слово. Покупайте здание для церквей. Помните, к нам Мэрлин Хик еще приезжала? И я здесь на сцене стоял. Это было время, просто один год. Скупай недвижимость! Вы знаете, была тогда депрессия у всех. Квартиры стоили 3000 долларов. Все, ой, какая ерунда, кому это надо? Тьфу, ерунда. И все относились очень пассивно, апатично. Я не знаю, на меня что сошло, но я услышал Божий призыв. Покупайте без золота и без серебра. Большинство пасторов первое, когда им говоришь, иди покупай здание, говорят, нет денег, дай денег. Я говорю, иди без денег покупай. Это, говорят, невозможно. Я говорю, возможно, иди покупай. Сейчас к нам приходят и говорят, Максим, какое благословение. Вот приедешь к Караганду, здание. Приедешь в Павлодар, здание. Приедешь туда, здание. Приедешь туда, здание. там здание, там здание, там здание, там здание. У вас столько зданий. А Анатолий Макляк проехался под нашим церквям, его приглашали пасторы, он позвонил мне, говорит, велика новая жизнь. Я говорю, в смысле? У вас, говорит, везде есть здания. Куда я не приеду, шикарные здания, дома культуры, в центре города, говорит, вообще замечательно. Была труба, вот отрезок был, всего 10 месяцев, 10 месяцев. Я всех убеждал, скупайте недвижимость, здание покупайте для церкви, покупайте здание, покупайте. Некоторые купили здание по 3-5 тысяч долларов. Они никому не были нужны. По 3 тысячи долларов здание на 500 мест. Как вы скажете, а? Скупали, никто не оценивал, никто не понимал, я чувствовал труба. И я просто сказал, скупай здание! Я приехал к одному пастору, и он мне стал перечить, нет, мы не будем покупать здание. Я говорю, я апостол, а столоб тебе говорю! Покупай здание! Он упирался, я с ним, а я человек, знаете, реальный, я просто стал наезжать, я старший! Я сказал, покупай без лата серебра. А он говорит, это невозможно! Научи как! В соседней комнате администратор церкви, Кульмирка, слушала наш диалог духовный. Как он не принимает то, что говорю я. А у меня тогда еще был император сильный, такой требовательный, кричал на всех. Где-то сейчас спокойный стал, успокоился. А раньше я, ты должен выполнить то, что я говорю. Проходит время, время было под Новый год, но знаете, он мне звонит, и я хотел извиниться, я говорю, слушай, я там отвязался на тебя, извини. А он говорит, не-не, все нормально. Я говорю, в смысле нормально? А он говорит, во время разговора, я говорю, ну есть хоть один здесь дом культуры, клуба? Он говорит, да есть. Я говорю, ну какой-нибудь, назови. Он говорит, ну факел. Я говорю, так иди, купи факел веры. Поверите, нет. Он мне звонит, и говорит, Максим, что? Ну, говорит, поздравляй. Я говорю, что, факел купили? Я говорю, в смысле? А он говорит, я-то, говорит, не поверил, а вот мой администратор поверила и пошла, узнала и купила я говорю, так просто так просто они ходят в свете лица они ходят, не сидят на месте а пошли, попросили, дали я говорю, в смысле, как-то все, наше здание я не мог поверить как апостол Павел случится в двери, где в помещении молятся за его освобождение человек посмотрел, ты кто, апостол Павел? закрыл дверь, не пустил его пришел, говорит, там Павел стоит возле дверей а где, а что не пустили? не верю это была моя геройская способность да нет, это была способность слышать трубу потом раз в один день и все трубы закончились насчет зданий кончилось я помню, как я слышал еще трубу скупайте квартиры у меня было просто скупайте квартиры покупайте на церковь квартиры мы с Заикиным пошли и стали с Сергеем осматривать квартиры я, как сейчас помню мы ходили, смотрели вот здесь по первой алмате ходили три тысячи долларов пять тысяч долларов квартиры мы говорили, пять тысяч да никто не возьмет четыре тысячи люди упирались не давали я помню я трубу-то слышал а действий не предпринял я слышал эту трубу благословен народ который знает, что делать нужно когда звучит труба было время, когда была труба идите на стадионы сейчас мы ни одно здание арендовать не можем большой крупный дворец мы не можем арендовать все, закрыта тема никто нам не дает но знаете, было время когда можно было идти на стадионе я слышал трубу идите, мы сделали девять стадионных собраний и знаете, что случилось потом? потом я слышал, труба перестала трубить а мы говорим мы еще раз пойдем еще одно сражение и назначили евангелизацию в Тимиртау сделали все, как всегда стадион арендовали Тони Грека приехал а народ на стадион не пришел никто не пришел мы подъезжаем к стадиону смотрю, пустые кресла заглядываю там народ уже должен быть полный стадион а нету никого нету здесь я понял братан, если труба не трубит ты чего пришел сражаться? на войну! а ты пришел уже, когда труба отбой я готов сражаться а все я не знаю, кто-то был на этом стадионе, нет? там совсем народу позор был такой раз, ну конечно нам собралась церковь там мы проповедовали для церкви но это был великий позор когда труба звучит действуй когда труба не звучит не действуй я помню было время когда была труба конференции 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 вы помните у нас столько конференций было? в год по две конференции толпа людей сечается потом раз, труба ушла а мы конференцию а никто не приходит да ты чего? утром собрания сто человек на конференции как это возможно? а труба ушла и мы раз выключили нужно слушать благословенный народ который слышит Божье призвание труба не звучит прошло 2-3 года мы говорим я слышу труба надо конференцию юбилейная конференция была классная конференция? благословенная протрубила труба сделали конференцию давай еще, давай еще стоп! ты хочешь? хочу давай послушаем трубу что труба трубит к нам сегодня? что труба трубит над твоей жизнью сегодня? о чем трубит? семь труб смотрите я просто делаю описание к чему они первое это в третий стих когда трубят соберется все общество ко входу скини это труба пробуждения когда люди хотят идти и они идут я не знаю как вы но помните мы проводили одно время наурызес так рьяно и так классно мы проводили мы сцену здесь сделали пять тысяч человек собрали на меня спросили Максим как вы собрали пять тысяч человек как это собрали вы на наурыз пять тысяч вы здесь вся толпа все вот так было забито народом а я говорю пришла труба и мы собирали потом раз труба ушла мы еще пытаемся а уже все уже по другому наурыз нужно проводить вы со мной драгоценны? была труба теперь нет трубы все она будет однажды через время придет мне один человек там написал вот вот вы там телепроповедники аллилуйя аллилуйя вот помнишь в девяностых годах евангелизация с гитарками мы стояли на улицах толпы людей шли вот бы то время пролетел труба уже не трубит выйди на улицу с гитаркой арестуют сразу же все проплыли вы со мной драгоценны кончилась труба нету ее не трубит труба ой мы все равно пойдем да зачем идти зачем идти вы помните когда они подошли к земле обетованной на 40 дней пошли посмотрели вернулись через 40 дней Бог говорит все не пускай вас туда назад помните что после этого случилось что они сделали они сказали да нет все равно пойдем Бог нас сюда привел халлилуйя Моисей говорит не идите да пойдем Бог с нами аллилуйя слава тебе взяли мечи ломанули сюда и как получили по полной программе Бог смотрел говорит ну что трубы нету нету господи ты почему меня не благословляешь а нет трубы получай по морде бух бух мы часто ловимся в двери вы со мной которые уже не трубит труба не трубит труба вот когда трубит труба нужно действовать а не после через полгода когда она уже не трубит было время скупать недвижимость мы скупали недвижимость все труба протрубилась закрыли была другая труба у нас пожар вы помните трудное время когда мы трубили о помощи мы построили потрясающее здание восстановили здание Бог благословил нас труба в свое время когда протрубите трубой соберется все общество. Следующая труба, 14. Соберутся к тебе князья и тысячи начальники. Когда одной трубой затрубят. Есть специальная труба для лидеров. Скажите, лидерская труба. Знаете, что происходит? Когда трубят трубой лидерскую, тот, кто отреагирует, тот и есть лидер. Когда затрубят трубою, пришли, я пришел, тот лидер. Я иногда газету открываю и думаю, интересно, на английском языке объявление. И они по-английски пишут, внимание, ищем специалистов с высококлачественной зарплатой, огромная оплата, там бла-бла-бла-бла-бла-бла. Думаю, ну как интересно, ну в газете, в нашей, казахстанской, по-английски, владеющей английским языком, почему бы им на русском не сделать объявление? Они делают трубу на своем языке. Если ты не способен понять это объявление, они специально туда много слов вставляют, чтобы не было понятно, о чем идет речь. И когда англоязычный, он читает, или тот, кто понимает английский, он понимает, о чем явление. Для него звучит труба. Действуй! Большинство людей пропускают трубу. Есть труба для лидерства. Я хочу быть лидером. А где ты был, когда труба трубила? Ты что, не слышал? Нет. Ну, значит, я не лидер. Я хочу быть лидером. Когда слышишь трубу, реагируй. Это твой шанс. Вы улавливаете, о чем я говорю? Слушающий и исполняющий. Услышал? Действуй. Услышал? Действуй. Сразу же превращай в материю. Я слышу Божье призвание? Действуй. Я услышал? Скупайте здание. Я не знаю, как алгалдела их. Скупайте здание, скупайте. Мне говорят, хватит уже, надоел. Макляковский, Толик Макляк приехал, извиняюсь. Господи, прости. Толик приехал. И мой любимый друг благословенный. И он сидел на конференции. А я здесь орал. Я помню, как вот здесь стоял. Скупайте здание. Здание покупайте. Он сидит и думает, что орет. И он говорит, я тебя осудил. А потом сидит и думает, а может это ему Бог дал слово. И он говорит, я-то ничего не знал. Не слышал никакой трубы. Но говорит, я только одно понял. Если ты орешь покупать здание, надо покупать здание. И знаешь, он просто по наитию, по интуиции услышал. Максимов орет надо. Пришел и купил центральное здание на, по-моему, 8 тысяч квадратных метров. Больше нашего здания в 4,5 раз. Просто там у него, сейчас он настолько, ну, большой, они не способны своей церкви осилить его. Они половину сдали в аренду. И это окупается им на отопление, на все. У них отопление дорогое, там же морозяки какие в Кустанае. И говорит, у него там что-то не супермаркет. Заходишь к нему, там диваны какие-то. Я говорю, ты в дом торговли, в Божий дом превратил. Там спортивные секции какие-то. Но он говорит, слушай, мы услышали вот этот трубный зов только потому, как ты отреагировал. Блажен народ, который понимает, о чем говорит сейчас труба Божья. Субтитры создавал DimaTorzok